Еще вопросы какие есть, уважаемые жители? Отвечали на вопросы и вели диалог заместитель генерального директора компании Татнефти Ренат Шафиголин, директор нефтегазохимического комплекса Сирень Сахапов, начальник управления Татнефтегазпереработкой Лишат Шарибов. Интересовало жителей открытие в Альметьевском районе нового производства. Они смогли получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Почему установку малиинового ангидрида решено строить на базе УТНГП? Какие технологии будут применены при ее возведении, как идет их поиск, на что обращается внимание, что сделают для сохранения и улучшения экологической обстановки. Также обсудили возможности развития производства и смежных производ, города, района и края в целом. Малииновый ангидрид – вещество белого цвета, как твердый порошок, упакованный 20-килограммовый. В каком виде? Часть из них. Будем перерабатывать малиновый ангидрид. Деривативы малинового ангидрида, значит, на особой экономической зоне, где из него уже будут, конечно, изделия получать. Это зубной порошок, мощи, средства, стеклопластик для душевых кабин, все остальное. Вон, пожалуйста, зайдите, я вам покажу, что из него получают из этого малинового ангидрида. Никакой ракообразующим или, значит, веществом вообще малиновый ангидрид не является. В это же время во Дворце культуры с жителями беседовал первый заместитель генерального директора по производству, главный инженер компании Наэль Ибрагимов. 50, а фактически даже до двух не доходит. То, что мы резервар закрыли, значит, 25 раз меньше. Значит, дальше. Так, смесь углеводородов, значит, БДК-200 фактически 2. Воздух стал чище. И вот это все показывает. Вот это все официально замерли. А я тут хотела сокровить, поэтому мы не делали. Вот поэтому мы волнуемся. Спасибо, конечно, что сделали все. Знаете, значит, я живу в центре Альмейтинска. Я не создаю, я наоборот говорю, что вы правильно делаете. Я тоже заботюсь. Разговор был детальным и продлился около полутора часов. Представители Татнефти подчеркнули, что открыты к дальнейшему сотрудничеству и готовы давать разъяснения по каждому вновь возникающему вопросу. Также стало известно, что компания планирует установить в городе экологические инфотабло. Специальные мониторы в онлайн-режиме будут размещать метеорологические параметры с температурой воздуха, силой и направлением ветра, атмосферным давлением, влажностью. А также с экологическими параметрами, среди которых уровень концентрации в атмосфере загрязняющих веществ сероводорода, оксида азота, метана, смеси углеводородов, угарного газа. Также в настоящее время компанией Татнефть разрабатывается проект по высадке озеленительного пояса вокруг Минебаевского газоперерабатывающего завода, в рамках которого вокруг промзону будут высажены многолетние деревья и кустарники.